Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про мои последние косметические фавориты. Это те вещи, которые я с огромным удовольствием использовала в последнее время в своем макияже. И, кстати, хочу сразу оговориться, что те вещи, которые я использую для видео, те вещи, которые я использую в жизни, иногда не совсем одинаковые. По той причине, что для видео обычно нужны какие-то более яркие тени, более яркие помады, там, знаете, всякие тональные средства, которые с плотной текстурой, с плотным финишем. Тогда как в жизни хочется расслабиться и чтобы все было максимально просто. И сегодня я вам буду рассказывать по большей части как раз про вещи для жизни, но и про вещи для видео тоже хочу вам рассказать. В общем, первое, с чего мы начнем, это палетка теней, которая для меня стала фаворитом вообще совершенно неожиданно. Как вы помните, некоторое время назад я вам рассказывала про то, что мне очень сильно нравится вот эта вот палетка Natural Eyes. И, кстати говоря, меня моя зрительница одна спрашивала про эту палетку, чтобы я как-нибудь показала с ней макияж, потому что у нее она тоже есть, но у нее не получается с ней накраситься. Я читаю все ваши комментарии, я все знаю, что вы мне пишете, да-да-да. И вот эту палетку я очень сильно любила, макияж как-нибудь покажу обязательно с ней, потому что она очень удобная, она очень классическая, с ней можно сделать, ну, не то чтобы прям какое-то невероятное разнообразие макияжей, но, в общем, такие базовые макияжи очень легко, просто и удобно. И вторая неожиданная палетка, это оказалась вот эта Vanity Flair. Я вам ее показывала, по-моему, в январе, и я когда ее купила, и мы ее с вами тестировали вместе, ну, я говорила, что какая-то, знаете, ну, она настолько базовая, ну, вообще даже непонятно. Но вообще-то по оттенкам она очень похожа вот на ту палетку Naturalize, но здесь намного больше цветов. То есть она выглядит вот так, они супер базовые, такие прям спокойные-спокойные нюдовые оттенки, и здесь нет по-настоящему матовых цветов, то есть даже те, которые кажутся матовыми, на самом деле они такие немножечко сатиновые, прям совсем чуть-чуть, ну, и как бы все остальные прям конкретно сатиновые. Это палетка, с помощью которой просто, знаете, вот если вы ленивы в макияже, если вам ничего особенно не надо, и вы хотите взять, вот так пальцем сделать и какой-нибудь цвет один себе нанести, там, не знаю, растушевать, да и даже не растушевывать, и просто получить хороший, ну, такой очень-очень обычный, но реально хороший, красивый макияж, вот эта палетка для вас. Здесь хорошее зеркало, здесь много оттенков, тени отличного качества. Пожалуйста, если вы, опять же, на палец поплевав любите делать себе макияж глаз, эта палетка для вас. Ну, я, конечно, делаю кисточками, в принципе, что-то сложное здесь тоже, ну, посложнее немножко, тоже можно изобразить, но вот она именно для тех, кто любит, чтобы все было просто очень-очень легко и очень натурально. Если эта палетка была для меня таким неожиданным фаворитом, то есть, действительно, с чего бы вдруг, когда я ее тестировала в том видео, мне так совсем не казалось, но, тем не менее, она стала. Сейчас мы перейдем к небольшой информации от нашего давнишнего любимчика, это Даниэль Веллингтон. Сейчас, в преддверии 8 марта, у Даниэль Веллингтон действует специальное предложение на подарочные наборы. Подарочные наборы, кстати, очень-очень красивые, они вот в таких вот эксклюзивных, красных, шикарных упаковках, и на них сейчас на сайте действует скидка в 10%. Кроме того, у меня есть для вас промо-код, как всегда, который звучит как Redotum, и он дает скидку на товары на сайте Даниэль Веллингтон в размере 15%. Эта скидка суммируется со скидкой на наборы, и если вы вдруг захотите приобрести именно набор, то используйте промо-код, и тогда вы сможете получить скидку в 25%. А вообще, зачем нужно купить такой набор? Что в нем интересного? Это то, что в него, во-первых, входят часы сами, во-вторых, входит замечательный браслет, ну, там есть разные наборы, то есть вы можете выбрать, какой лично вам больше нравится. Советую вам, кстати, обратить внимание на наборы с браслетом в оттенке Desert Sand, потому что мне кажется, что браслет просто потрясающе красивый. И кроме того, еще в наборы входит маленький шарм в виде сердечка, который обычно не находится в свободной продаже, но он очень интересный, очень такой, знаете, можно кастомизировать немножко свои часы, вставив этот шармик в дырочку, в ремешке. Получается очень мило и симпатично. Кроме того, в Москве еще недавно открылось три физических магазина Даниэль Веллингтон. Адреса этих магазинов я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео, поэтому если вы вдруг из тех, кто не любит онлайн-шоппинг, или вы хотите просто померить эти все часы заранее, посмотреть, как они выглядят, вы можете прийти в один из этих магазинов. И, кстати, в магазине мой промокод также действует. Еще у Даниэля Веллингтона есть бесплатная доставка и возврат. И, кроме того, они стали доставлять намного быстрее с тех пор, как у них появился склад в России. Поэтому, если вы заинтересовались такими наборами или вообще часами Даниэль Веллингтон, то, пожалуйста, загляните в инфобокс. Там будет ссылка на сам сайт Даниэль Веллингтон, адреса магазинов в Москве, и также мой промокод, которым вы можете воспользоваться. Ну, а мы с вами переходим к дальнейшим фаворитам. Я вам недавно вот эту вещь уже рекомендовала и рекомендую еще раз, потому что я настолько в восторге от нее. Она просто потрясающая. Это вот эта палетка для шейдинга, как она называется, даже на сайте Ули Туаль от бренда Too Cool for School. Too Cool for School это известный корейский бренд, который такой корейско-американский на самом деле. И это бренд, который обожают корейские блогеры. Ну, в частности, это вот конкретно вот эту палетку. Они очень любят, не все средства, но вот эту палетку они прям любят, любят, любят. И это одна из самых популярных палеток для контуринга в Корее, потому что в ней совершенно фантастические оттенки. С ней очень сложно ошибиться, но я думаю, вообще невозможно, потому что у нее такая тоненькая текстура, которая идеально растушевывается и создает очень-очень красивый такой контуринг. Кстати говоря, вот эта вся линейка называется Art Class by Rodin. То есть, ну здесь такая вот небольшой намек на Агюста Родина, то есть знаменитого скульптора. Поэтому, собственно, вот этот весь шейдинг, там хайлайтинг, это вот все в этой линейке у них и выходит. Если вы искали хорошую палетку для скульптурирования лица, обратите на нее внимание. Серьезно вам говорю, обратите. Очень-очень хорошая палетка и очень хорошие оттенки. Вот этот, правда, конечно, для более такой смуглой кожи, для светлокожих вот эти два просто идеально подойдут. И еще раз предупреждаю, уже говорила в одном из видео про это. Если вы хотите ее купить, посмотрите на корейских сайтах, потому что на них может быть цена на нее значительно ниже, чем в Литуале. В Литуале она как бы, ну такая, не очень, особенно без скидок. Вообще дорого получается, со скидками более-менее нормально. Не заказывайте такую на iHerb, потому что на iHerb вот этот бренд почему-то очень дорогой. Это странно, потому что обычно корейская косметика на iHerb очень даже, ну, по таким, по нормальным ценам продается. Но вот это, это какое-то такое необыкновенное исключение. Дальше хотела вам показать две тональных основы, которыми пользовалась постоянно в последнее время. Ой, все падает, все гремит. Одну из них вы уже знаете, конечно, все уже ее видели сто раз у меня. Это Rainforest of the Sea от марки Tarte. Вот это просто мой огромный фаворит. Я ее покупала в Бангкоке, в Сифоре. И вы знаете, я настолько не люблю знаменитый консилер Shape Tape от Tarte, что я, ну, когда я видела положительные отзывы на разных сайтах на эту тональную основу, я думала, о, ну, наверное, опять, наверное, опять та же самая ситуация. Нет, очень хорошая тональная основа. Она на водной основе сама по себе. И поэтому она очень тонко наносится на лицо. Покрытие здесь от легкого до среднего. Плотное покрытие уже, конечно, вы не сделаете с ее помощью. Но она вот прям такая, знаете, она настолько сливается с кожей, она настолько создает натуральное покрытие. Очень-очень красивое, как будто это действительно ваша кожа. Вот абсолютно нет никакого ощущения тяжести на лице. Как будто у вас что-то такое вот, ну, какой-то тональный крем на лице есть. Просто великолепное. Просто великолепное. Но она немножко сияющая. То есть она не матовая, она без блесток. Она вот именно вот с этим вот таким ровненьким сиянием. Очень ее люблю. Показываю уже в каком видео. Прям нахваливаю, нахваливаю. Кстати, сейчас она у меня тоже на лице. Так что для видеороликов ее тоже можно применять. Еще одну тональную основу я тоже уже хвалила. Она на самом деле очень похожа на предыдущую, только у нее немножко более, ну, чуть-чуть более маслянистая сама текстура и основа. Это Dior Forever Skin Glow. Это переосмысление вот этой линейки тональных основ Forever от Dior. У них есть еще матовый вариант, но я его пока еще не пробовала. Пробовала только Skin Glow. По эффекту они очень похожи. То есть то же самое. Прям супер натуральное покрытие. Очень красивая такая натуральная кожа. Это единственное, как бы, минус вот этой тональной основы, что она уже конкретно сияющая. То есть она сияет прямо сильно. И не наносите эту тональную основу, если вы, например, планируете давать какие-либо интервью. Потому что у вас будет очень блестящее лицо, если вы понимаете, о чем я. Но она действительно супер красивая. Она очень хорошая. Поэтому, если вы вдруг хотели ее купить и думали, покупать или нет, вот я вам все сказала. Если любите сияющую, то покупайте. Если не любите, обращайте внимание лучше на матовый вариант. Но она действительно очень достойная. Совершенно замечательный консилер, которым я постоянно пользуюсь в последнее время. Это вот этот консилер от Fenty Beauty. Вот сейчас, кстати, не он у меня под глазами. Это очень обидно, потому что он очень хороший. Он не западает в морщинки, он не скатывается, хорошо фиксируется пудрой. Но пудрой его, кстати, все равно надо фиксировать, потому что он как бы не засыхает до конца. Он не самофиксирующийся консилер. Очень-очень хороший, очень приятный. И у него огромный оттеночный ряд. Ну, конечно, опять же, Fenty Beauty, вот даже в отличие от того же Tarte, который можно заказать с доставкой в Россию, Fenty Beauty я вам не рекомендую пытаться заказывать с официального сайта Fenty Beauty by Oriana. Потому что, например, у меня была совершенно безобразная ситуация с DHL по поводу доставки косметики от сайта Fenty Beauty в Россию. В результате они мне просто ее не доставили. Ну, это такая старая уже история. Но, в общем, к сожалению, лучше пытаться заказывать там через посредников на американской Sephora, либо на каких-то других сайтах, где она продается. Дальше, что еще мне очень-очень нравилось в последнее время, это вот этот вот праймер от ELF. По сути, это просто такой, знаете, бальзамчик увлажняющий, который очень хорошо готовит лицо к макияжу. Это как дополнительный слой увлажняющего крема, но при этом это не крем, а именно бальзам. То есть, вы его наносите на лицо, он охлаждает. Вот это прям очень приятно. У него такой явно охлаждающий эффект. И он создает такую немножко как водянистую пленочку у вас на лице, которая тут же впитывается, и вы чувствуете просто себя очень хорошо. Потом на вот эту базу увлажненную такую кожную очень хорошо наносится любой макияж. Он суперлегкий, он не оставляет какой-то такой силиконистой пленки у вас на лице. Кожа дышит, все прекрасно. Еще одна вещь, которая тоже совет. Это вот эта вот пудра от Wet n Wild. Недавно вам ее показывала. Вообще в нее влюблена абсолютно. Это пудра, которая, она, знаете, такая, как сказать, полирующая, что ли. То есть, она делает лицо холеным, очень красивым. Есть более дорогие аналоги, точнее, это аналог более дорогих некоторых пудр. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, я оставлю, опять же, ссылку внизу в инфобоксе на видео, где я с вами разговариваю, рассказываю. Где я вам рассказываю про вот эту пудру и про более дорогие варианты вот такого вот средства. А пудра, которая отражает свет от вашего лица и тем самым какие-то недостатки немножко, так знаете, скрывает. Очень хорошая, если вы не пробовали, стоит 322 рубля. Вот если где-то увидите, то посвочите ее. Я уверена, что она вам понравится. И, возможно, вы даже решите ее приобрести. Мне кажется, вот эти вещи я вам уже в каком-то видео показывала, да даже не один раз. Я очень-очень полюбила вот эти вот карандаши от Романового мейкапа. Ольга Романова это известный визажист наш российский. И у нее есть собственная линия косметики. Мне присылали вот это вот в какой-то рассылке на Новый год. И это помада, вот эта вот помада, карандаш с матовой помадой внутри. А вот это два карандаша для губ. Великолепные просто средства. Здесь с одной стороны карандаш, с другой стороны кисточка. Очень хорошо наносится. Это все матовые карандаши. И дают просто потрясающие красивые цвета на губах. Очень стойкие, не сушат губы. В общем, все хорошо. Если вы себе прям искали какие-то нюдовые, красивые, такие розоватые оттенки стойких средств для губ матовых, обратите внимание на Романовый мейкап, потому что, ну, действительно, прям очень-очень высокое качество. Я очень довольна и очень часто в видеороликах вы меня видите именно со средствами вот этими тремя, которые я вам показала. Дальше еще вам показывала вот эту подводку. Это вообще просто какое-то невероятное, какая-то находка последнего времени. Тоже ее покупала в Сифоре. Это бренд американский, который называется Pretty Volgar. И, к сожалению, у нас его пока нет. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь он к нам тоже придет. Это подводка, которая просто какая-то неиссякаемая. Здесь аж 6 грамм, что в два раза больше, чем в Lasting Drum от Maybelline. Великолепная, суперстойкая, идеально черная линия, которая не расползается, которая реально водостойкая. В отличие от некоторых подводок, которые мы с вами в последнее время тестировали, великолепно, удобно наносится. Но, естественно, вот такие баночки надо хорошенько закрывать, чтобы она у вас не засыхала. И, кстати говоря, я, знаете, когда мы снимаем какие-то видео с вами вместе, ну, то есть я снимаю, вы их смотрите, очень часто потом определенные вещи из этих видео, они входят в мои фавориты. Вот так, например, случилось с помадой от Kylie. Это помада в оттенке Wish You Were Here. Из ее набора, где было три предмета, это первый мой опыт с помадой Kylie, мне очень понравилось. Я вообще никогда бы не подумала, что помады от Kylie, вот эти такие, знаете, широко разрекламированные, дико популярные там в Инстаграме, что я их попробую, у меня будет не такое впечатление, что, а, ну да, ну как бы нормально, теперь я понимаю, почему все их любят. А когда их попробую, я подумаю, боже, да вот почему, вот почему все их любят. Хочу еще 100 тысяч помад от Kylie, но я думаю, не все оттенки так хороши, но вот этот мне очень сильно понравился. И в комментарии, в комментариях под видео, где я была с этой помадой, было очень много вопросов, что это за помада, какая она красивая, были комментарии. В общем, всем реально она понравилась по внешнему виду, мне очень понравилась она по действию. Она, конечно, подсушивает губы, но слегка, она очень такая мягкая, она хорошо наносится, она очень стойкая, ну вот прям отличная, просто матовая помада, очень-очень хорошая. Кстати говоря, у нас есть такой небольшой аналог, но я бы, конечно, не назвала это прям аналогом-аналогом. Это вот эта помада от Evelyn, про которую сто раз вам рассказывала, просто решила, что надо что-то вот такое бюджетное, какой-то все-таки что-то похожее включить. Это матовая помада, которая называется Matte Magic, и есть еще All My Lips. Поэтому, если вы очень хотите какую-то матовую помаду, именно жидкую, попробовать, но не знаете, где взять какой-то бюджетный вариант хороший, то обратите внимание на помады от Evelyn. Они обычно вот в таких матовых футлярчиках, они прям сильно-сильно бюджетные, и попробуйте уверенно, что вам понравится, как такой вот вариант подешевле. Ну и последнее, что еще хотела похвалить, это тоже такая вещь, вот знаете, сегодня не так много вещей было из бюджетной категории, но тем не менее, это те, которые вот в последнее время как-то прям меня удивили своим качеством. И одна из таких вещей, это вот такие вот румяна от Ким. Помните, мы с вами делали, да что ж мы с вами все делали? Мы с вами, в общем, делали ролик, где я тестировала набор от Ким Кардашьян. Кардашьян, который назывался Glam Bible, и там было много разных средств, палетка, тушь, карандаш. На самом деле, реально очень хорошая косметика оказалась именно вот в этом большом наборе, но мне особенно запомнились вот эти румяна. Они у меня постоянно лежат на моем рабочем столе, и когда мне надо накраситься, я обычно их беру, потому что они очень красивого просто оттенка, который мне очень подходит. Это оттенок, который называется Luxe, и он, ну вот даже сложно его описать, но вроде какой-то персиковый розовый такой оттенок, но он такой красивый, так хорошо ложится на щеки, такой хорошо пигментированный, очень хорошо растушевывается. И вот эта упаковочка, знаете, удобная, просто с собой можно куда-то взять, прям такая в меру, в меру маленькая, в меру большая, все отлично. Поэтому вот, да, вошла в мои фавориты. Вот такой сегодня был набор косметики из последних косметических фаворитов. Список я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео, если вам вдруг захотелось так повнимательнее ознакомиться. Кстати, еще, я не помню, я упомянула или нет, Tarte доставляет по всему миру. Россию тоже доставляет, если вдруг вам прям очень хочется попробовать, но она прям вообще не бюджетная, 40 долларов она стоит. Есть аналоги, на самом деле, такие более дешевые, ну, например, та же самая Evelyn, да, тоже очень хорошая тональная основа, стоит где-то 500 рублей. Но если вам вот прям Tarte очень нужен, то знайте, что с официального сайта Tarte можно заказать, в том числе в Россию, доставку. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео, спасибо вам большое за просмотр, вся информация внизу в инфобоксе под этим роликом. И очень скоро мы с вами увидимся в других видеороликах, будем делать, будем делать их вместе. Делитесь моими видео со своими друзьями, это лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать блогера. И желаю вам сегодня восхитительного дня, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас птицы пели в душе, солнце вам светило, чтобы ничего вас не расстроило, чтобы ни один человек на свете вас сегодня не расстроил, чтобы все были очень хорошие с вами, и вы, чтобы со всеми были очень хорошим. Спасибо вам и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»